Всем здорово, чуваки! Как вы поняли по названию сегодняшнего видеоролика, он будет связан с листерином. Если кто не знает, это ополаскиватель для рта. Мы прибеженцы гигиены, поэтому очень любим мяту и все такое. Но ни в коем случае нельзя его употреблять в пищу, потому что он может навредить вашему организму. Так же, как и зубная паста, если ее переесть, она также вам может испортить желудок. Поэтому сегодня мы будем смешивать листерин с различными напитками, но при этом мы не собираемся их пить. Мы завяжем нам глаза с Лехой и будем пробовать каждый из этих напитков, смешанных вот с этим ополаскивателем. И как вы думаете, возможно ли угадать, где какой напиток? Мне кажется, это будет максимально сложно, потому что мята, она очень мятная. Ну, как бы это масло масляное не звучало, но это действительно так. Мне кажется, по запаху каждый из этих напитков определить будет очень сложно. Но я думаю, что это будет довольно интересно. Это самый тупой эксперимент, наверное, на нашем канале. Хотя, кто его знает, это же ваша идея. Вы же в комментариях напишите всякую такую чушь, и мы вот это вот снимаем по итогу. Но давайте для начала обсудим каждую жидкость. У нас есть абсолютно разные жидкости с абсолютно разными вкусами. При этом у нас три из них. Это газированные напитки и три негазированные. И фишка-то в том, что газированные и негазированные напитки будут листерином отличить очень легко. Поэтому у газированных напитков мы уберем все газы. Из газированных напитков у нас будет пиво безалкогольное, популярный энергетический напиток и всеми любимая Кока-Кола. А из негазированных молоко, чай и сок. Кстати, ребята, у меня же для вас кое-что есть. Вот как вы думаете, что вот это вот такое? Вот прямо сейчас поставьте ролик на паузу и напишите внизу в комментариях свои предположения. Честно говоря, я не сразу понял, что это за штука, но потом я узнал, что это лапшерезка. Представляете, тут можно вот так вот сделать тоньше, толще тесто. Это тесто потом взять отсюда, засунуть сюда, сделать широкую лапшу. Либо сюда засунуть и сделать тонкую лапшу. Вы представляете, насколько это крутая вещь? И именно с ней будет связан очередной наш видеоролик. Я думаю, вы уже догадали, что мы хотим сделать, но все зависит только от вас. Поэтому давайте сделаем так. Как только мы набираем 5000 лайков под этим видеороликом, мы сразу же выпускаем ролик про лапшерезку. Так что ставь лайк, если ты не подписан на канал, подписывайся. Но мы продолжаем. Кстати, ребят, для каждого напитка у нас будет свой бокал. Если вы заметили, что изменился звук, обязательно ставьте лайк. А мы пока расставим бокальчики вот так вот. Кстати, не обращайте внимания, что у нас один бокал отличается от других. Просто не нашлось такого же шестого, вот и все. И так как один стакан все-таки от других отличается, мы взяли вот такие вот коктейльные трубочки. И при помощи них мы и будем пробовать напитки. Кидаем в каждый стакан по трубочке. Для начала каждый из этих напитков мы в одинаковом количестве разольем по стаканам. Но перед этим у газированных напитков мы должны выпустить все газы. Ну что, ребята, мы уже выпустили все газы в Кока-Коле, также в энергетике и в пиве. Давайте выливать все это по стаканчикам. Как видите, никаких газов нет. Ну а теперь делаем одинаковый уровень жидкости во всех стаканах. Ну, примерно столько. Здесь надо чуть побольше, потому что стакан поуже. Где-то так. Пивандрик. Ну и сачок. Есть. Примерно одинаково. Теперь берем ополаскиватель для рта и по одному колпачку будем добавлять в каждый из этих стаканов. Но перед этим хочу сказать, что его ни в коем случае нельзя пить и глотать. Ну а мы будем просто угадывать на вкус и пытаться угадать напитки. Так, заливаем сначала в крышечку. И выливаем в колу. Заливаем в энергетик. Молоко. Чаечек. Пивасик. Ну и, конечно же, в сок. Теперь все хорошенько перемешиваем. Ну а теперь осталось только угадать каждый из этих напитков. Но мне кажется, почему-то это будет очень сложно. Итак, ребята, у нас есть сегодня специальная шапка для того, чтобы закрывать нам глаза. И одним из первых участников будет... Давайте его поприветствуем. Оператор. Его зовут Паха, если что. Давай, держи, Паха, вот тебе шапка. Во. Отлично. Все. Сейчас мы по очереди будем стараться угадывать каждый из напитков. Пак, ты готов? Да. Так, держи первый напиток. Блин, ну это вкусненько, короче, вообще. Прикольно. Ух ты. Это реально... Это очень... Это... О! О май гад! На жвачку похоже. Кислинкой такой ядерной отдает. Это отвратительно. Это же самый вкусный напиток. Ну блин, прикольно. Я бы полоскал вот такой штук рот. Я скажу, что это пиво. Это энергетоз по-любому. Блин, ну это, короче, энергетик сто пудово. Возьмите на вооружение производителя себе, делайте мятный энергетик. По-моему, это очень крутая тема. Фу, я не знаю, что это. Но, короче, предыдущая штука вкуснее была. Очень мятно, просто... Опа! Да хер знает, что такое вообще. Слишком водянистая, без какого-то определенного вкуса. Мне кажется, вы думаете, что я не пойму, что это, но мне кажется, что я понял, что это. Это просто листерин, короче, мне, походу, подсунули. Я думаю, что это чай. Слегка, но все-таки чувствуется, как будто вот клубничка, малинка, вот знаете, вот такое. Но я не знаю, что это. Пусть будет это молоко. Так что это по-любому чай. Я уже не могу это пить. А, фу! Вот это чисто листерин с водой. Все. Да твою мать. Фу, это отвратительная штука. Я не знаю, что это может быть. Никакого вкуса не чувствую вообще. Вкус пива, хлеба, я не знаю. С закрытыми глазами это очень сложно определить. Потому что даже на запах здесь ничего не понятно, потому что это все мята. Это пиво, короче. Вот это пиво. Ну, пускай это будет Кока-Кола. Если выпустит кто-то мятное пиво когда-нибудь, то это по-любому не продастся. Что же это может быть? Это похоже на молоко. Это повкуснее уже. Или нет? Ты решил мне сразу с непонятных, да, начать? Я не знаю, как это вообще угадать можно. Я выбираю между соком и чаем. Короче, это молочка. Сто процентов вообще. Но все-таки остановлюсь на том, что это сок. Ну, пускай... Блин, я опять наугад. Пускай это будет сок. Бери, бери. Пропала мята? Я чувствую только мяту и все. Вообще без понятия, что это такое? Короче, вот это молоко. Молоко кислое. Что я почувствовал на вкус? Блин, может это чай, потому что он не такой сладкий. Пускай это будет чай. Да, короче, какой-то доктор Мом, блин. Да я без понятия, что это. Чего это такое вообще? Вообще непонятно. Просто вода с мятой. Где кока-кола тогда? Объясните мне, пожалуйста. Чувствуется очень сладкое. Маленько кислинки есть. В общем, это самое сладкое, что я сегодня пробовал. Самое неотвратительное. Поэтому пускай будет это сок. Почему этот напиток газированный? Какого хрена? Я думал, что это сок. Пускай это будет пиво тогда. Да. Короче, я ничего не угадал. Зашибись. Ну что, ребята, могу сказать? Я не знаю, как пацаны вообще смогли угадать такое количество напитков. Лично я вообще не понимал, где какой напиток находится. Вы представляете, как одна крышечка листерина целиком меняет вкус напитка? Я вообще не знаю, как можно это угадать. Ну а если вам понравился этот ролик, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока.